так друзья мульт я снял на платье его нету вот он у меня в руках и теперь прежде чем что-то включать необходимо измерить сопротивление линии кстати перемычку я запаял назад который разрывал кстати на платах от компала очень часто 3 3 5 вольт l2 помимо силовой дежурки тоже есть джемпера можно их распаивать ну короче все для ремонта на платах компал предрасположено надо ничего резать а просто достаточно распаять перемычку сейчас я буду мерить сопротивление линии 3 3 вольта выход с линейного стабилизатора лдва дежурки 3 3 вольта на восьмой ноге ну мерить я буду на конденсаторе ну и смотрите вместо 4,2 ом сопротивление выросло до 620 килоом понятное дело что сейчас 3 3 будет без падения без просадки как в аптеке должно быть напряжение это сейчас я вам это покажу вот 33 вольта есть на плате и даже загорелся светодиодик на кнопке включения возле кнопки включения если видно на камеру понятно что не о каком алгоритме включения но выполнение алгоритма включения речи не может идти так как мульт у меня сейчас демонтировал пользуясь паузой пока платка остывала я нашел 8518e такой здесь мульт установлен и сейчас я его буду на плату запаивать после чего после чего я включусь и уже покажу готовый результат что же получилось из этого ремонта и только ли один мультиконтроллер пострадал потому что иногда бывает что устраняя одну неисправность после того как начинает включаться плата появлялись появляется некие напряжение на плате всплывают дополнительные какие-то неисправности сейчас я запаял мультиконтроллер и включусь итак друзья мульти поменял вот слева короче старый лежит справа тот который установлен плату отмыл установлен был d8518e я уже конечно попробовал включить плату после замены но что получилось сейчас я вам покажу так все должно быть по порядку теперь вот мультиконтроллер я поменял следует измерить сопротивление линии 3 3 вольта lduo после установки нового мультиконтроллера сопротивление не вызывает никаких подозрений все нормально и можно смело подключать блок зарядку нашу и сразу же померяю напряжение есть 3 3 вольта и есть 3 3 вольта на кнопочки включения вот видите да при когда ее нажму то транслируется мультиконтроллеру команда на включение вот должен упасть уровень с высокого на низкие но ничего не происходит друзья смотрите вот кнопочка нажимая светодиод не светится ничего не крутится и дежурки у нас силовой нету тоже вот не трех и трех не 5 вольт ничего нету эти напряжения отсутствуют на плате принципе я на это предполагал что так и будет потому что маловероятно что мертвым и этим все дело закончится обычно обычно вот как раз таки так и бывает ничего страшного значит будет интереснее продолжаем дальше дальше следующим напряжением которое должно сформироваться у нас но при условии что с мультиконтроллером все хорошо вот а шанс на то что он бракованный я но оставляю ну допустим все хорошо дальше должна последовать дальше должен последовать сигнал на включение силовой дежурки на включение драйверов в данном случае ты сигнал и не был восемнадцатая ножка шимки шим контроллера дежурного напряжения и тут еще есть блок схема сигнал то должен быть высокого уровня вот блок схема бишон дублируется видите наибол 1 наибол 2 все включается одним сигналом и уровень этого напряжения то бишь наибла должно быть напряжение должно быть выше одного целого двадцати шести сотых вольта грубо говоря больше чем 1 3 вольта и после при таком раскладе как бы компаратора делать свое дело и нас транслируются сигналы на включение двух драйверов и должна запуститься у нас силовая импульсная дежурка так значит исходя из информации который у меня есть исходя из-за ташита мне сейчас необходимо померить напряжение на 18 ноге шим контроллера в дежурке в принципе этим сейчас я и займусь так мультиметр видно хорошо напоминаю что счет ведется против часовой стрелки вот отключая у меня по 6 ножек на с каждой стороны получается конец третьей стороны вот 18 ножка нажимаем на кнопку но ничего не происходит ничего не происходит вот принципе можно было конечно смекнуть на то что с мульти контроллером какая-то проблема но тут есть еще один нюанс про который я про который я умолчал не сказал нету сейчас смысла иметь что-то другое так как силовой дежурки нету но спай флешка точно к в которой находится файл bios а и соответственно прошивки мульта он находится у нас возле мульти контроллера и запитан он как раз таки с лдо линии 3 и 3 вольт сейчас я вам это покажу вот смотрите мультиметр 3 3 вольта и есть вероятность что либо пострадала сама флешка либо может быть пострадала прошивка поэтому я рекомендую всегда идти по пути наименьшего сопротивления пришел есть смысл отработать вариант который не требует никаких заморочек вот и как бы сейчас я сниму флешку и прошью так как при на руку грубо говоря неисправной ошибки вот либо же при условии что флешка поврежденная такое поведение очень даже порядке вещей может быть вот такое проявление в некоторых моделях флешки разнесенные то бишь возле мульта и c флеша своя возле но основного билуса майн возле юга ли возле хаба как бы своя флешка вот в данном случае как бы прошивкой мульта и основной bios хранится на одной флешке сейчас я снял микросхему уберу сейчас оплеткой излишки припоя чтобы в колодке четко все зажалось и не было проблем с чтением ни с записью как уже наверное неоднократно говорил стоит всегда прежде чем какие-то манипуляции делать с прошивкой необходимо сохранять дамп вот и в один прекрасный момент вы очень даже будете обрадованы тому что дампик у вас будет так значит сейчас я щитовую сначала прошивочку которая хранится на этой флешке а потом залью дамп и посмотрим поменяется ли поведение либо же все таки есть у меня проблема с мультом так как плата не залитая как бы есть шанс того что на линии где-то обрыв вот но он очень маленький пускай это будет пугую папочку сохраню то откуда буду брать прошивку есть конечно вероятность того что просто сигнал не доходит вот можно было померить на ноге мульта но тогда нужна схема а я уже говорил что схему я не качал сейчас одну секунду я найду свеже скаченную так дамп мой да все сохранил теперь можно смело зашиваться прошивкой другого бука флешка двухметровая вот поэтому не так долго эта процедура будет происходить что касается мульти контроллера когда меняете лучше конечно паять под микроскопом чтобы у вас был визуальный четкий контроль не было у вас не пропаянных ножек либо же ножек которые вы залепите в кучу как бы такое тоже я встречал да и что говорить когда проверяешь иногда и что-то где-то там маленький кусочек припой остается поэтому желательно отмыть проверить все четко то тогда уже включать проверять вот как бы к этому делу надо относиться с очень даже большим вниманием потому что микросхема серьезная выполняет ряд функций и многие которые будут в кучу либо недопаяны могут дать даже вот такую симптоматика но я уверяю вас что запаяна все у меня четко все прошилось короче микросъемка наша сейчас ее запаяю на родину на плату и уже будем проверять единственное что есть сейчас все запустится стоит поправить ну серийники вернуть короче назад до формирования силовой дежурки нету смысла смотреть там но наличие допустим там ли ты свои сигналы либо снимается ли свет с юга либо с хаба все эти процедуры уже надо производить когда у вас есть силовая дежурка в большинстве случаев так я запаял флешку и буду пробовать включать все друзья пробуем сейчас только вернул все батарейку на место подключу и наверное сделаю минимально зум-зум так нет наверно не так поступлю сразу по уровню будет понятно да произошло авто включение так зашли случайные гости пришлось на паузу поставить видео и так закончили мы на том что плата подала признаки жизни произошло авто включение и давайте покажу что теперь у нас на 18 на 17 ноге как уже говорил для того чтобы появилась силовая дежурка для того чтобы начали работать драйвера на 18 ногу на и не был должен прийти высокий уровень напряжения и уровень его должен составлять выше чем 1 3 вольт ну округлим короче ну в большинстве случаев это 3 3 вольта вот я подключил сейчас блок питания автовключения нету так как батареечку я вставил ну первый раз короче было автовключение при вставленном аккумуляторе точнее батарейки уже второй раз на этой плате автовключения не будет мерею как уже говорил на 18 ноге сигнал enable приходит с мультиконтроллера после того как я прошил вьюс и вам должно быть видно напряжение составляет 3 3 вольта и это хорошо товарищи да как бы сказал владимир лич появилась все таки мультиконтроллер некорректно работал из-за того что был поврежден была повреждена была повреждена прошивка напомню что здесь хранится как и main bios так и c часть теперь так как у нас сигнал на включение силовой дежурки с мультиконтроллера пришел соответственно должна сформироваться была и сама это самая силовая дежурка по мере вот на дросселях с другой стороны платы приближу чутка чтобы мультиметр попадал и платка была видна вот дроссели вот этих два вот смотрите 3 и 3 силовая дежурка появилась у меня на платье пятерочка появилась вот так и чудеса поэтому все варианты такие стоит отрабатывать в первую очередь намного проще чем сейчас было мне еще раз менять еще один мульт вот и сетовать на то что он неисправный теперь я платку включу смотрите плата включается кулер крутится ну и что поведение изменилось есть смысл подкинуть сейчас это все дело в матрице и посмотреть появилась ли картинка либо же что то еще на этой платье какая то есть проблема ну надеюсь на этом все и закончится так как менять мост возможно здесь и люди и не согласятся подключаю сейчас смотрите горит светодиодик индикатор который указывает на то что подключен адаптер блок питания все пришло в норму и нажимаю кнопочку включения плата включилась кулер за жужжал и плата стартанула осталось только вправить серийники и проверить хорошо чтобы не было каких либо дополнительных проблем давайте еще раз вам покажу с кнопочки он выключается с кнопочки он включается вкладка стартует ну как уже сказал осталось только проверить вот на этом интересная наверное часть видео подошла к концу надеюсь такой формат придется вам по душе вот возможно как бы кому-то и не понравится для кого это все просто и понятно тот может просто данные видео не смотреть спасибо друзья за внимание подписываемся на канал не забываем вот до новых встреч пока пока